Всем привет! Доброе утро! Мы собираемся в универ... Привет, привет, привет! Да, примерно все так и происходит. Мы уже дома и мы уже даже успели посестьиться. Я думаю, по моей прическе видно. Катя тоже спала. Да. Мы сегодня, слава богу, не проспали весь день. Мы поспали всего лишь два часа и сил прибавилось. Катя вон съела пачку семечек, она такая сильная стала. Человек просто уничтожает семечки наши. Ты в Украине так не ела. Катя, что случилось? Если не есть в доме, то и хочется есть. У нас сегодня на паре был немец. Он рассказывал про логистику в Германии. Несколько раз повторяю, что Германия лидер в этой сфере. В принципе, мы это и так знали. Очень, кстати, интересно. Я прям уже хочу в Германию. Да, очень интересно рассказывал. И он писарайте распечатал на... Не на каждого, там... Один, в общем, ватман на два человека. Да, очень прикольно. Сейчас вам покажу, что там на том ватмане было. Смотрите, это, в общем, логистическая карта Европы. Вот, назовем ее так. И здесь вот со всеми логистическими компаниями и логистической деятельностью всех стран. Как видим, в Германии больше всего компаний и всяких там... И всяких путей соединения. То есть, автомобильные дороги, поезда. Вот, в общем... Все, что есть в логистике, это в Германии. Вот, и в Голландии тоже очень много. Вот, и здесь также есть на карте Украина... Да, вот она. Но на ней здесь стоят такие вот значки. А вот эти значки, кулачок, бомбочка и... Знак Евро. Означают, что в Украине, по их мнению, есть терроризм, политическая нестабильность. Вот, либо же просто политики просто отказываются сотрудничать. Вот, и проблемы с валютой. Я так понимаю, что это это значит. Нет, а хотя нет, я думаю, это не проблема с валютой. Вот, это то, что здесь не евро. То есть, здесь приходится менять деньги. Видите стрелочки? Да-да-да, точно. Вот, но также в Киеве есть такая вот красненькая штучка, красненький кружочек. И этот кружочек означает, что Украина потенциальный хаб в 2020 году. Хаб это... Ой, это так сложно объяснить. Значит, сейчас... Я сейчас попробую это на русском объяснить. Вот, хаб это, например... Вот здесь, вот это вот, например, хаб. То есть, это как соединение нескольких путей, вот, разного вида транспорта и распределение его в какую-то другую сторону, то есть, скажем так. Здесь еще также есть Россия, и в ней абсолютно такие же проблемы, как в Украине, кроме терроризма. Вот. И сидел на паре атакан и сказал с Турцией, сказал, что у него абсолютно такая же ситуация в Турции, как и у нас. Но только у него, опять же таки, у него нет кулачка, что означает политическую некомпетентность, скажем так. Да, вот тут такая интересная карта, в нее можно просто смотреть часами, на самом деле. Очень интересно, со всеми компаниями, которые вот вообще есть. Я не знаю, как они поместились на эту карту. Да, пара прошла очень интересно, и мы заметили за немцами, то есть, у нас два подряд было преподавателя из Германии, и мы заметили, что они любят задавать вопросы. Да, и ответить на них не так просто, потому что ответить на них, потому что отвечать на них нужно точно. Вот прямо то, что они хотят услышать, им на это нужно и ответить. В общем, по двум преподавателям из Германии, в общем, о немцах судить, конечно же, нельзя. Вот, но тем не менее, такие маленькие наблюдения мы для себя сделали. Мальчики ходили в зал без меня, вот, а я сидела дома. Я один час посидела дома одна, и мне так стало вообще противно, мне стало скучно, мне стало так одиноко. Я захотела выйти куда-то, уговорила Диму, вернее Дима, ладно, сам меня уговорил больше, выйти в бар. Потому что я знаю это состояние. Да, знаете, это когда вот такая апатия появляется, ты сидишь долго дома, и вот начинаешь себя уныло чувствовать. Главное просто выскочить на улицу, даже если вам будет супер вленье одеваться, выходить. Вот главное реально выйти на улицу, вдохнуть свежим воздухом, и это все уходит. Сразу же. Здравствуйте, добро пожаловать в новый ресторан! Рады видеть вас! Нас рады видеть. Нас рады видеть в ресторане, в котором мы никогда не были. Но мы идем в спот-кафе. Вот, здесь в Риге мы оставим ссылочку на эту кафешечку. Она, в общем-то, честно говоря, не очень прикольная. Но там есть happy hours, счастливые часы. Да, и там дешево. Да, где можно, например, взять 2.05 вкусного сидра за 4 евро. Здесь клевая атмосфера сегодня. Здесь даже диджей есть. Я беру свои слова назад про то, что эта кафешка не очень прикольная. Да, классный брат. Тогда приходят интересные люди очень. Да, и там сегодня играла такая классная музыка, потому что тот раз, когда мы были, там играла просто всегда какая-то русская старая музыка, и нам было неинтересно. Сегодня там был диджей, и там было очень классно. Да, и там happy hours, счастливые часы с 12 до 7 вечера, с 12 дня до 7 вечера. Потом с 10 вечера до 11 вечера, и с 2 ночи до 3 ночи. В эти счастливые часы можно купить по 50% скидке там некоторые виды алкоголя. Там сидр или пиво, еще какие-то шоты там, да, виски. Ум или все? Ну не все, но там много чего. Ну да, в общем так, интересно. Мы пришли домой, и по пути мы зашли в магазин, который, кстати, работает круглосуточно, он совсем рядом с нами находится, и похож он на заправку. Вот, и я там нашла то, что я нигде никогда не находила. Американский Vogue. Ребят, это самый лучший фэшн-журнал вообще в мире, американский Vogue. Вот, и еще я их коллекционирую. У меня есть журналы с разных стран. У меня есть с Испании несколько. У меня есть с Британии, мне привез мой друг. У меня есть теперь с США, у меня есть с Украины, естественно. Нет, я вспомнила, у меня есть с Америки Vogue. Меня Стас и Галя привезли в прошлом году. Да, тоже очень классный Vogue. Где-то, наверное, на страниц 200. Боже, я забыла про него, представляете? Я виновата. Ну, в общем. Теперь у меня есть второй Vogue. Он уже потоньше, конечно. Похудее. Вот. Ну, сейчас я буду его читать. Мы сейчас опять занимаемся тем, что смотрим Grand Tour. Мы вам вчера рассказывали, что это. Вот. Сегодня мы его досматриваем. Вот. И потом будем ложиться спать. Он типа уже засыпает. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем до завтра. До завтра. И завтра будет очень интересный выпуск. Обязательно. Да, конечно же. Завтра будем гулять по городу. Да. Всем пока-пока. До встречи! До встречи! До встречи! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok